Продолжаем выпуск. 101 год исполнился сегодня Великой Октябрьской социалистической революции. На главной площади Черкеска у памятника вождю пролетариата Владимиру Ленину состоялся торжественный митинг, посвященный памятной дате. Мадина Каракетова продолжит. Хотя этот день уже не является официальным праздником, но его ежегодно широко отмечают члены Коммунистической партии России и все, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Организаторы митинга отметили, что с утра в городах и районах республики состоялись автопробеги, посвященные памятной дате. И в эти минуты проходят такие же собрания. Каждый человек, кто понял, кто вырос в Советском Союзе, кому Советский Союз дал образование, воспитание, они все этот праздник помнят и приходят. Ходят молодые люди, которые интересуются историей, героической историей, богатейшей историей, которая была у нас в прошлом. Это нельзя зачеркивать, потому что без нашего прошлого мы никогда не построим будущее. Надо брать все самое лучшее, что было у нас в Советском Союзе и смотреть будущее, я меня с этим покажу. Не ориентироваться на Запад, а именно на свою историю. Возвращаясь в тот период, выступающие отметили, что революция стала переломным моментом, повлиявшим на дальнейший ход всемирной истории. В Петрограде произошло вооруженное восстание, организованное Владимиром Лениным, Львом Троцким, Яковом Свертловым, поддержанное большей частью народа. Оно закончилось взятием Зимнего дворца, арестом членов временного правительства и произглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране 70 с лишним лет. Участники митинга говорили и о роли, которую сыграла революция в судьбе горских народов. Мало кто обращает внимание, что именно с Великой Октябрьской революцией наши народы получили свою территориальную ценность, культуру, развитие культуры, газеты, образование театров и так далее, развитие языка, телевидения в конце концов. Мы не говорим о том, что наша Карачаева-Черкесия именно после революции стала промышленным краем, отсталой окраины промышленным краем. Насколько было построено заводов, фабрик, развивались колхозы, совхозы, сельхозугодия. Об этом мало сейчас говорят почему-то. С докладом выступили делегаты из районов Карачаева-Черкесии. После была принята резолюция митинга. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, могиле погибших в 20-е годы прошлого века революционеров в Центральном сквере Черкеска и к Вечному огню в Парке Победы. Мадина Каракетова, Лебек Ешеров, Вести Карачаева, Черкесия. Мадина Каракетова, Лебек Ешеров.